Нужная деталька. Ой, животик урчит. Вот бы поесть. Ой, какой-то шум внизу. Брат. Том спешит на помощь. Какие ягоды подойдут для компота? Что за шум? Бабуля. Компот подождет. Салатик почти готов. А это еще что за звуки? Шеф-повар. Нужно проверить. Кейт, ты что разрывелась? Я хочу есть. Накормите меня. Я хочу наггетсы. Проще простого. Окей. Эй, бабуль, просыпайся. Пора готовить наггетсы. Наггетсы для моей дорогой внучки сделаю. Поспешите. Конечно, конечно. Сначала на сковороду нужно налить масло. Дашь мне маслица, бабуль? Крышечку открыть и налить. А что так мало-то? Не, надо побольше масла. Ой, ну не настолько же. Видимо, перестарался, бабуль. Это лишнее. Смотри и учись. Нужно нарезать курочку на небольшие кусочки. А чтобы подготовить кляр, понадобится одно куриное яйцо. Разбиваем его в миску. А в другую миску насыпаем панировочные сухари. Отлично. Теперь надо обмакнуть курочку сначала в одну миску, а затем во вторую. Прекрасно. Я бы сказала, идеально. Теперь жарим. Да уж, бабуль. Это все далеко от идеала. Смотри. Вот что такое идеальные кусочки. Но это еще не все. Золото. Все мои блюда на вес золота. А эти наггетсы будут в прямом смысле золотыми. Такого шикарного блюда Кейт точно еще никогда не пробовала. Ух ты. То есть, глупые выдумки. Столько возни с этими наггетсами. Можно ведь взять полуфабрикат. Отлично. Но я знаю, как сделать их еще вкуснее. Надо насадить наггетсы на шпажку. Супер. А теперь растопить сыр. Класс. Как там бабуля делала кляр? Нужно яйцо. Есть. А вместо скучных сухарей я возьму вкусный читес. Надо его как следует покрошить. Ну-ка. По-моему, получается здорово. Теперь просто обмакну наггетсы в миску и можно жарить. Идеально. Теперь приступаю к жарке. Прекрасно. Выкладываю на тарелку и можно подавать. Ух ты. Хочу попробовать оранжевые. Круто. Я чувствую читес. Так. А это что? Неужели золото? Фу. Какая гадость. А вот эти наггетсы выглядят более чем аппетитно. Вкусненько. Ну, конечно же, победили твои, братишка. Да, видали? Это я тут шеф-повар. А теперь я хочу бургер. Проще некуда. Все что угодно для моей красавицы. Делов-то. Ой. А готовить придется из этого? В виде котлеты фарш гораздо симпатичнее. Ну уж нет, Кейт. Ты это есть не будешь. А вот нутелла подойдет. Крышечку долой. И намазываем на булочку. Да побольше. Прекрасно. Не хватает только маршмеллоу. Самый сладкий в мире бургер почти готов. Что ж, изобретательно. А я буду готовить наверняка. Нет ничего лучше классики. Согласна с вами, бабуля. Но мои булочки будут поджарить те ваших. Не смеши меня, дорогая. Булочки это просто. А вот приготовить вкусную котлету может не каждый. Мои котлеты любит вся семья. Главное не забыть про сыр. Ой, Том, что ты вытворяешь? Это огненная кухня, бабуль, без паники. Новый тренд в кулинарном искусстве. Смотри, мой бургер почти готов. Еще мармеладки. Кстати, они так похожи на бекон, скажи же. Ох, не знаю, родной. Ну вот, очередной шедевр почти готов. Моя задумка – многоэтажный бургер. И кроме котлет, в нем будет бекон. Корочка идеальная. Отлично. Ну и, конечно же, лук дополнит гамму вкуса. Теперь пару капель итальянского соуса. Ну и вот, шедевр. Настоящий шедевр. Шедевр? Это ты про мой бургер? Тогда ты права. Для идеального вкуса нужно побольше соусов. Булочку сверху. Вот так. И готово. Ой, снова огненная кухня? Видишь, бабуль, ты теперь тоже в тренде. Я решил полить свой бургер карамелью. Здорово, да? Том, ты же так сожжешь всю кухню. Кейт, приятного аппетита. Ух ты. Этот бургер такой высокий. И очень вкусный. Здорово. А что насчет вот этого? Как-то не хватает изысканности. Так-так. А тут у нас что такое? Ух ты, сладкий бургер. Классно. Энники-бэнники. Побеждает шеф. Ура. Завидуйся. Время десерта. Хочу печенюшки. Ну это просто. Это же мое коронное блюдо. О, и я хочу. Приготовлю и заберу себе половину. Осторожнее, милый. Ты так дыру в столе пробьешь. Смотри, плавными движениями раскатываешь тесто и вырезаешь кружочки. Это будущие печеньки. Кружочки? Нет, это слишком скучно. У меня будет домик. А теперь ему пора в духовку. И моим тоже. Ладно, ладно. Мы еще посмотрим, кто победит в этом раунде. Кружочек, значит. Это можно. Печенье без начинки? Вот это скучно. Я уверен, Кейт обрадуется Скитлсу. А что, классно получается. Вот это аромат. Вы что, уже все? Ну, теперь я запеку свою печеньку. Интересно, в микроволновке будет нормально? Самое время украсить мое печенье. Взбитые сливки. Будто дом припорошила снегом. И забор из маршмэллоу. Не хватает только сахарной пудры. Как же здорово получается. Красота. А что это за странный запах? И правда воняет. О нет, кажется, я догадываюсь. Это мое печенье. Ну вот, оно полностью испорчено. Что это за уголек? Том, ты что, травить меня решил? Вот это печенье выглядит безопаснее. А как на вкус? Здорово, мне нравится. Теперь попробуем вот эту печеньку. Ну, неплохо, бабуль. Победитель очевиден. И снова я лучшая. А теперь готовим яичницу. Что ж, это мне по силам. Легко, родная. Легкотня. Даже я справлюсь с яичницей. Бабуль, мне снова нужно масло. Что ж такое? Опять не льется. Ну, давай же ты. Что-то подобное я уже сегодня видела. Родной, с яйцом-то ты справишься? Смотри, берешь и аккуратно разбиваешь. Вот так. Ну, выглядит просто. Беру и разбиваю. Получилось. А скорлупу ты что, для вкуса оставил? Да уж, и с кем я соперничаю? Я шеф-повар высшего ранга. А значит, простая яичница не мой уровень. Я приготовлю кое-что более изысканное. Помимо цедры апельсина, придумала. Нужен персик. Одного будет достаточно. Красота. Как будто желток. Персик. Вот это да. Ой, пожар. Горим, бабуль. Ну вот. А что же превратилась моя яичница? Это все персик шефа меня отвлек. Не расстраивайся, родной. Пора подавать блюдо. И пора блюдо пробовать. Начну с этой аппетитной яичницы. Желток жидкий, прямо как я люблю. Ой, а это еще что? Том. Ты снова хотел меня отравить? Я не специально. А здесь что-то интересное. Как вкусно это персик. Вот это да. Шеф сделала самую классную яичницу. Несправедливо. Так, сейчас будет что-то интересное. Я хочу пончик. Приготовьте мне пончик. Да это легкотня. Да-да, будет сделано. Хороший выбор. Что? Том. 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 Красотища! Ну что там у вас? Ух ты, какие классные! Такие разные! Начну с этих! Выглядит аппетитно! Здорово! Внутри еще и начинка! Это очень вкусно! Так, а что у нас здесь? Симпатичные! Попробуем! Это что, просто пончик? Как-то не очень! А что это? Ну-ка! Ух ты, да это же сырный пончик! Это просто потрясающе! Все-таки сладкое! Я люблю больше шефа, ты победила! Да, да, я так и знала! Что ж, следующий лот – сэндвич! Без проблем! Ну уж нет, ты меня не обыграешь! Ах, ну это-то я знаю! Но я сделаю сладкий сэндвич! Мне понадобится немного нутеллы! Так! Намазываем! Готово! А дальше мне будут нужны… Маршмеллоу! Да! Идеально! Ну и, конечно же, шоколадка! О, реально! А еще! Надо будет добавить радужных мармеладок! Обязательно надо добавить соус! Будет сладко и очень вкусно! А главное – красиво! Вот и готово! Так! Немного посыпем для красоты! Готово! О, давай! Кошмар! Сколько сахара! Сделаю-ка я самый обычный сэндвич! Немного ветчины, сыра! И осталось это все только поджарить! О, давай! Прекрасно! А теперь перевернем! И скоро будет готово! Никакой оригинальности! Так! Хлеб хорошенько зажарим! Перфекто! Листочек салата! Помидорки! А теперь… Сэндвичи без мяса? Что это? Мой секретный ингредиент! Улитки по-французски! Вот так-то! Какой ужас! Надо освободить этих красоток от панциря! Да мне сейчас плохо станет! Фу! Никогда не пойму эти изыски! Кошмар! Еще и какие-то ракушки! Эти мидии прекрасно подойдут моему сэндвичу! Ну какая же гадость! Фу! Ужас какой! Это называется высокая кухня! Но чего-то не хватает! Точно! Сыр Эддорблю! Он отлично сочетается с морепродуктами! Ну все! Это последняя капля! Бабуля! Не отключайся! Ну вот и готово! Какой кошмар! Ну что? Вы готовы? Ух ты! Какой классный сэндвич! Начну-ка я с него! Ой! Фу! Что это тут такое? Гадость! Ужасно! Оу, не! Вот этот выглядит куда более аппетитным! Попробуем! Объеденье! Я очень люблю сладкое! Очень вкусно! Так, ну и последний! Какая вкуснотища! Он просто супер! Бабуля, ты молодец! Объеденье! Поздравляю! Ура! Ура! Ну и что же там дальше? А теперь я хочу... Цезарь! Круто! Ну, наконец-то! А что это? Ну, начнем! Резать помидорки сложнее, чем кажется! Да что ж такое? Ну, держитесь, помидоры! Я сейчас с вами так справлюсь! Эй, что ты делаешь? Поаккуратнее, молодой человек! Это же так просто! Вот смотри! Раз и два! Раз и два! Раз и два! И все! Все нарезано! Добавляем к листям салата! Ой, куда же без корочки! Да побольше! Прекрасно! Замечательный салат! Ох уж эти дилетанты! У меня есть идея! Немного свежей руклы! И секретную смесь! Все в блендер! И хорошенечко взбиваем! Запускаем! Прекрасно! Вот и готово! Выпендрежница! Понадобится небольшой сотейник! Выливаем в него всю жижу! Да что она вообще такое делает? Понятия не имею! Странно! Ну ладно, неважно! Большой шприц и трубочка! И происходит магия! Колбаска с помощью молекулярной кухни! Добавим листья салата! Помидорки! Ну и конечно же курочку! Такие кусочки вполне подойдут! Также нужно добавить немного сухариков! Они всегда добавляют приятный вкус! Ну и конечно же сыр! Готово! Точно! Чуть не забыла! Надо натереть немного сыра! Вот так! Эй! Что происходит? Резать овощи так весело! Ну вот! Опять у меня ничего не получается! Придумал! У меня же есть классная жвачка! Использую ее в качестве листиков салата! Получается даже симпатично! Украшу блюдо мармеладным глазом! Добавлю маршмеллоу! И мармеладных червячков! Вот вам и весь салат! Все готово! Полная безвкусица! Дорогая, мы готовы! Хорошо, посмотрим! Начну с этого! Что это? Ой, фу! Ну и дрянь! Однозначно нет! А тут у нас что? Ну-ка! Ну да! Обычный салат! Ничего такого! А тут? Это что-то интересное! Ух ты! А вот это очень вкусно! Этот однозначно победил! Ура! Да! Победа! Не важно, что вы готовите и как важно, чтобы вам это нравилось! Подписывайся на канал Хоханом, ставь лайки и смотри новые видео!